И снова здравствуйте! Это седьмой этап Гран-при российской дрифт-серии 2022 года. Видите вы, что у нас, ну мягко говоря, не заполнена сетка ТОП-32. И для того, чтобы не оставить вас без зрелищ, было принято решение, даже два на самом деле. Первое. Всех пилотов автоматически без байранов отправить в ТОП-16, поскольку нет никакого смысла их мариновать какими-то дополнительными процедурами. Во-вторых, для того, чтобы сам по себе раунд ТОП-16 прошел более зрелищно, организовать так называемые оцениваемые тренировки. Оценивать эти тренировки, которые пройдут в формате парных заездов, будут, во-первых, судьи, но они просто примут решение, обратят внимание пилотов на те или иные нюансы, которые, возможно, следует устранить, что-то подчеркнуть. Во-вторых, друзья мои, оценивать эти заезды будете вы, но только вы будете выбирать не одного пилота из двоих, а тот хит, тот парный заезд, который вам понравился больше всего. А вот и белорусское дерби, даже минское, более того. Сергей Сак и Владислав Шубадеров. Две Сильвии с моторами 2GZ. Влад, да, был выше в квалификации. Сергей тоже смотрелся отлично, но Влад первым распечатал двери клуба 90+. И промахивается мимо Тачин Гоу 1 на постановке Влад Шубадеров. И пусть вас не обманывает то, что он попал там в одну из разметок. Надо было попасть в ту, которая ближе к нам. Кому и здесь, когда затачил Сергея Владислав Шубадеров. И почти прямые колеса там перед перекладкой его за четыре. Очень странные движения. Сергей пытается все-таки изобразить нам парный дрифт. И еще это Тачин Гоу 2 не взял Владислав. Очень это не похоже на то, что мы видели квалификацию. Много пришлось поработать там Сергею. Ну хорошо, что это все только репетиция. Опять повторяем этот рефрен. В то время как Анечка детектирует готовность пилотов к следующему заезду. Ну погнали. Зеленый сигнал светофора прямо сейчас зажигается. Влад, чуть раньше нам тронулся с места. Можно так делать второму пилоту. Это не нарушение процедуры. Сергей ускоряется. Исполняет фуридаш и показывает, как это нужно было делать. Взаправду. Вот, хорошо. Здесь тоже достаточно широко. Через УЗД один. Вторая внешняя позади. И замедление в третий пилпинг-зоне. Владислав там сразу на внутреннюю траекторию сместился. И смотрите-ка. В четвертый подъехал вплотную к Сергею. Потому что там было с темпом. А вот дальше через пятую на финиш уже. Так, ну вот наконец-то графическое воплощение судейского решения. Ну а мы готовимся посмотреть следующий хит. Никита Шиков в команде Carville Racing. В роли лидера. И Григорий Гусев из Лукоил Рейсинга Дрифт Тим. Для начала будет его преследовать. У Шикова есть преимущество в лошадиных силах. Но если вспомнить сколько накачали этих самых сил в Mark 81 Евгений Лосева. То это уже не самый мощный автомобиль RDSGP. Тем не менее один из это совершенно точно. Ну а что касается статистических предпочтений. Выбирайте сами. Кому супер, кому чейзер. Ну хорошо, Григорий Гусев ставится синхронно, по крайней мере, в первой фазе. Небольшой отрыве здесь. Вот это один. Перекладка синхронная. Шикав. Чуть прибирает угол там, где надо набирать. Как интересно. И снова добавляет уже вот за три. Гусев не растерялся. По крайней мере дистанция пока в рамках приличия. Григорий Гусев ныряет внутрь, чтобы не отпустить Шикова. Перекладка и здесь уже через распрямление. И едет пилотный по рейсер. Тем такое ощущение, что опять взбрыкнул чейзер. Как бы само собой. То есть ты из большого угла перекладываешься. Смотри. Ну что, поехали. Вторая часть этого тренировочного хита. Григорий Гусев впереди. Никаких заминок тут не было. Не знаю, что их придумать по этому поводу. Пилот разносит уже после сегодняшнего дня. Гусев едет Тузка через Затадин. Выкорректируется. Не успевает войти вовремя в ОЗ-2. Открывается. Тоже чуть-чуть поздновато. Но вроде бы неплохо. Достаточно равномерное движение. Шиков тут как тут. Перекладка. Пятую зону. Опять узко едет Гусев. По-моему, Никита этого не ожидал. Просто... Спасибо, Дмитрий Андреевич. Вот то, что выглядело как компромисс по траектории в исполнении Григория Гусева. Вот когда уезжали как бы от камеры автомобиля через ОЗ-4. Вот на самом деле, по всей видимости, он уворачивался в Шиков. Видимость еще совсем недавно была не слишком приемлемой, скажем так. Ну а теперь вроде бы все хорошо. Евгений Лосев на сей раз на своем боевом снарядне, на котором весь сезон этот он провел. На Тойоте Марк 2, 81, под 81 стартовым номером. Мощнючая машина. И против него Магомед Амаров с четырехцилиндровым мотором К24. Опа-па-па-па-па-па-па. В чем проблема? Не вижу я флагов, но вижу, что нет разгона. Так, фальстарта вроде бы не было. Никаких спецэффектов тоже. Но Евгений Лосев совсем потерял скорость. Неужели второй мотор, а? Неужели второй мотор подряд? Ну что за уикенд кошмарный для Сент-Эк Фрэш Автодрифт? Сначала Денис Мигаль не смог приехать. Потом вот эта история с Дамиром. Тоже, в общем, техническая в своей основе. Напомню, лопнул там рычаг. И вот, да, потом, естественно, не смог закончить, еще до этого точнее, не смог закончить вторую попытку Евгений Лосев. Попытка была очень, на мой взгляд, хороша. Но мотор сдался буквально за несколько десятков метров до финиша. Да. Очень похоже на трансмиссию. По ощущению, что пытается что-то включить там Евгений, и не включается. Именно поэтому не получился разгон. Ну что, на какой там передаче на второй едет Женя сейчас? Пытается. Что, приходится в очередной раз сказать хорошо, что это не боевой заезд. И у команды теперь будет время. Да, если кого-то интересует, состоится ли второй заезд. Евгений сейчас снял шлем. Мне кажется, это уже ответ на вопрос. Для того, что завтра у Евгения Лосева будет еще один шанс помериться силами с Магомедом Амаровым. Судьба распорядилась таким образом, что победитель этой пары встретится с победителем противостояния двух пилотов команды форвард авто. Так, завтра все будет. Ну а пока у Магомеда Амарова есть еще одна тренировка на вот этом асфальте, остывающем под вот этим закатным солнцем. Но Магомед решил ей не пользоваться. Потому что сейчас фактически все пилоты, прошедшие квалификацию с ненулевыми результатами, оказались в топ-8. Ну да, и у форвард авто, конечно, слишком серьезный отрыв уже. И шансы в УСИТЭК форш автодрифт дважды завоевать командный титул. Примерно равны шансам Евгения Лосева завоевать. То есть, в общем, ну любые. Так уж если по-честному, Андрей Стопов в роли лидера. Первая внешняя позади. Небольшая коррекция была. Заставил нас подергаться. Андрей Стопов очень быстро. Екатерин Буржес вылетает в ОЗ-3. Одним колесом всего лишь зацепился он за пространство, которое можно назвать красой. И три остальных были за белой линией. Это, конечно, серьезнейшая ошибка, которая еще и к замедлению привела. В этом смысле минимальное количество вопросов, которые ставят. Но, чтобы обозначить тяжесть ошибки, все-таки этот термин используют математически. И вот сказали, если вы, ребята, пойдете на обгон, у кого-то точно будет ноль. Вот только вопрос у кого. Не надо вводить судей в такое искушение. Лучше попробовать отработать, как-то там отвисеться, изнасиловать сцепление, но все-таки продолжить движение в режиме парного заезда, тогда вы и себя обезопасите тоже. Потому что обгон – это уже ставка по банку. Ну а сейчас, смотрите-ка, колесо в колесо разгоняются. Пилоты постановка. Федор Воробьев с небольшим запасом относится белой линии. И отрабатывает долгой номер один. И первую внешнюю клиппинг-зону смещает задуму три. Не русковато там получилось. В LZ-2 тоже, кстати, как минимум, два по колесо за белую линию. Сейчас пилот Царьжиги отправил. Переложиться не успел. По-моему, Федор Воробьев. Пятая внешняя. И остается отработать вторую. Тачин-гоу. Ну, в любом случае, ситуация такая любопытная. Ага, вот Остапова признали победителем. А можете прокомментировать, Дмитрий Андреевич? Тем более, что у нас сейчас все равно прогрев. Подробнейшим образом, что происходит. Потому что все прямо под судейской вышкой находится. Чарльз Энн, команда Star Perth Stars I'm All. И Леонид Шнайдер из Форвард Авто. Следующая пара. Следующий хит нашего тренировочно-оценочного процесса. Поехали. Чарльз Энн и фланкер под 84-й номер. Леонид Шнайдер в роли преследователя. Ой, как хорошо. На постановке Шнайдер добавляет угла. То же самое было во время квалификации. Когда на себе испортил вторую попытку. Чарльз тем временем замедляется. УЗ-3 у нас как выходит. Что творить это вообще такое? УЗ-4. Шнайдер подъезжает поближе. И еще можно, наверное, попытаться ближе оказаться. Еле-еле там, по-моему, через цепь. Леонид Шнайдер на ваших экранах. Самый юный участник. РДС-Джипи. Бронзовый призер РДС Европы этого сезона. Мощный состав он собрал под свои знамена на заключительном рязанском этапе. РДС Европа. Аркадий Цареграцев и Данила Скорбогатов. Они там дружно насобирали максимально возможное количество баллов. Но это уже история. А та история, которая касается РДС-Джипи, происходит в эти дни на Сочи автодроме. И давайте посмотрим вторую часть хита. Леонид Шнайдер против Чарльза Энн. Вот она постановка. Шнайдер нажимает на газ вовремя до третьего конуса. Все, как и предписано задание будет. Чарльз там расширял траекторию. Казалось, бетон уже подкараулит в фланке прямо сейчас. И, похоже, так и произошло. Да, вполне не скользилось ни от давления. Как Чарльз доехал до шпильки, это он нам потом, возможно, расскажет. Но дальше там уже ехать категорически не на чем. Хоть и короткий свес у фланкера, он почти отсутствующий, но и траектория была широковата. Нету более подробного повтора. Ну, что касается итогов этого хита, тут и без комментариев все понятно. Чарльз идет размышлять. Команда идет, соберут 20,5. Вот у меня сейчас точные данные. Это температура воздуха 23,2. Температура покрытия здесь на Сочи автодроме. Аркадий Цереградцев и Алексей Вахтин решили без прогревов обойтись. В конце концов, это право, а не обязанность. И начинается разгон в зоне постановки. Вахтин, естественно, вторым номером движется по трассе. Цереградцев отрабатывает первую внешнюю. Перекладывается. Устремляется к ОЗ2. Пересекает ее практически по диагонали. И они в шпильке в Аптин, не заезжая в новую зону. Хотя второму можно отступать. Преследует лидера. И Аркадий Цереградцев отдадим ему. В общем, мне не нужно сказать, что он совсем вторую космическую здесь включил. Уверенно отработал первым номером. В силу того, что есть определенное беспокойство, связанное с техническим состоянием автомобиля. И хотят убедиться, что все в порядке. Особенно, я думаю, после инцидента с Дамиром. Многим, конечно, хочется убедиться, что автомобиль в состоянии ехать туда, куда нужно пилоту. Не превращая пилота в пассажира. Алексей Вахтин в роли лидера. Выполняет передаши Аркадий Цереградцев. Подъезжает почти. По-моему, отпускать немного. Алексей тем временем объехал первую зону. И еще здесь в шпильке закупился. Аквартир отвистов отлично просто подождал там, пока напарник разберется. Со своими проблемами с умным темпом. И продолжает. Еще ближе, ближе, ближе подъезжает к самому финишу. Вообще, он еще чуть-чуть рановато начал распрямляться там в Touch&Go 2. Да, вот решение арбитров. Тут все более-менее очевидно. Да, на Сочи в Рязани это было, но, конечно, не в том году. А вот 19-й год, когда, в общем, все было как-то вроде бы вот-вот-вот-вот. И был подиум в Рязани. И вот тогда не было победы в квалификации, но был подиум, был финал. С Хибина, по-моему. И в итоге пришла победа в Сочи. И, конечно, как после этого не будет эту самую трансу. Ну, а у нас форвард-авто в режиме боевой репетиции того, что будет завтра. Завтра Роман Тивадар и Георгий Чевчан. Двое претендентов на чемпионский титул в составе одной команды. Будут в боевом режиме исполнять нечто подобное вот этому танцу, который мы прямо сейчас наблюдаем. Роман Тивадар, уже оттолкнувшись от пространства, устремляется в ОЗ-4. А вот ОЗ-5 позади. И Гоча не отстает от своего напарника. И они так же синхронно распрямляются, как почти. Поехали дальше. Георгий Чевчан по левой дорожке. Разгром в зоне постановки. Фуридаш еле-еле там дотянулся. До Тачангов-1. И продолжил движение вплотную к бетону через ОЗ-1. Георгий Чевчан. Вот теперь третья самая сложность. Смотрите, как Тивадар, Филигран. Отработал за Гочи эту зону. Перекладка. Роман не отпускает Георгий Чевчана. И перекладка еще одна через пятую зону. И невзирая на коррекции лидера Рома. Просто на минимальной дистанции. Как будто настоящий боевой заезд. Похоже, и на солнце бывают пятна. Вот он, итог судейских размышлений. Более чем понятный в данном случае Роман Тивадар. Не знаю, сможет ли он повторить это завтра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова